Кровать раздеваешь кофейка, чайник. У меня было очень бедное, когда... Вот, а, ну, я не знаю. 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 Потому что было написано... И, да, не гуляем. Хорошо, у тебя тоже пакет за нас стою. Нарпать столько раздевал. Ну, да, нарпать. Ну, да, нарпать. Да, как бы там люди более развалятся и спокойно и заодно успевать заинтересоваться. Раз, или из метро бежать, или из метро. И скорее куда-то куда-то? Они уже знают куда бежать. Не, ну, не может. А, они увидели... Вчера у врача, но врач сказал, что это у врача. Так и должно быть. Не знаю, как внутрь мы сейчас заматываем. Все в крови. В общем, подняться в ЦМРД, смотреть, что дальше. Сейчас продолжает ходить за нас. За нас. Неплогический. Я вот с ней как раз была в четверг. Вижу, что... Есть какой-то результат. То есть она вот немножко... Другому стала рассуждать. Или спокойная стала. Посмотрим. В любом случае, она будет совсем немного. Только они сказали к ним, что это... Как минимум, месяц за два. Ну, конечно. Ну, получается, вот это все... То, что началось... Дела Нововеличие... Год назад, получается, уже. В прошлом году, в начале марта. 15 марта как раз мы его собрали. Но вот за этот год ваша жизнь, получается, очень сильно поменялась. Но поддержка присутствует до сих пор? Да, конечно. То есть вы привлекли много внимания к этому работе? Да, конечно. Без поддержки людей. Даже, вот знаете, вот элементарно... Когда нужен был фиксатор, и я посмотрела, что он написан очень дорогой. Я написала в фейсбуке. Тут же люди откликнулись. И просто отдали, как нужно. На Сити у нас есть. То есть вот эта вот поддержка, она, конечно, очень дорогой стоит. И для Ани это очень важно. И для меня это очень важно. Потому что самый тяжелый, самый сложный период, это когда вот только ее забрали. И вообще я не понимала, что происходит за что, почему. И что будет дальше, это очень важно. Это было очень страшно. Сейчас все такое. С поддержкой людей ты вот понимаешь, что ты не одинок. И оно, конечно, очень греет сердце. Спасибо. Можно пообщаться с вами? Здравствуйте, во-первых. Здравствуйте, во-вторых. Скажите, что сейчас происходит, если говорить о процедурных процессах? В каком состоянии уголовное дело? Они закончили следствие? Теперь будет суд? На ком этап сейчас находится? Ну, следствие закончено. Сейчас идет ознакомление. На данный момент подписала Аня только 16 тому. Всего, по-моему, всего 26. То есть, в общем-то, еще вдруг, как бы, еще даже не все подписано. Чтобы ознакомились. Ну и изучают адвокаты. И изучаем, смотрим, изучаем. Скажите, как она себя чувствует? Чувствует себя... Ну, как сказать, может, вот недавно она упала, и с ногой проблема. Сейчас выключимся, потому что колено как не сгинается. Сколько? Рана постоянно кровоточивает. И, в общем, ходим на перевязки. Нога не сгинается. Тяжело, конечно. Завтра вот идем об артезе. Потому что, скорее всего, связка, наверное, порвала. Поэтому за это она не сгинается. И продолжает она ходить в психоневрологическую клинику на дневной стационар. У нее там и групповые занятия, и индивидуальные с психологом. Они, конечно, дают огромный результат. Она хотя бы немножко успокойнее стала. Как бы уже рассуждения совершенно другие. Ну, полегче, полегче. Где-то у вас такое ощущение, что общественность и пресса чуть подзабыла это дело? Ну, тут забыла, это же понятно. Потому что, как бы, что девочек отпустили на домашний арест. Четыре мальчика продолжают сидеть в СИЗО. И, как мы, не пытались повлиять. И, чтобы, ну, если на август месяц я была уверена, что все будет хорошо, и их тоже выпустят под домашний, не хотят. Вцепились мертвой партой. Сейчас, как раз, наверное, на следующей неделе уже начнутся суды по продлению. Поэтому, я думаю, что, наверное, вспомнят. Извините, а когда конкретно? Особенно мальчикам нужна поддержка сейчас. Потому что они находятся уже целый год в СИЗО. И им, конечно, очень тяжело. На что вы рассчитываете? Что прекратят уголовное дело и дети, все взрослые вернутся домой и восстановят свою прежнюю жизнь. На что вы рассчитываете? Знаете, если честно, я уже ни на что не рассчитываю. Потому что о никакой справедливости даже говорить не приходится. Потому что ее, правда, нет. И смотришь, какие дальше дела происходят. Ничего хорошего. Поэтому, конечно, я рассчитываю, что... Рассчитываю... Никаких, конечно, оправдательных приговоров не будет. Тут будет понятно, что обвинительный приговор. Они нас просто так не отпустят. Корма абсолютно точная. Рассчитываю, что хотя бы какой-то минимальный срок. Или условный? Ну, условный это было бы, наверное, уже самое лучшее. Нормально. Я не знаю. То есть вы готовитесь к жестким мерам, правильно? Да. Но вот я сейчас беседовал с мамой Марией Дововик. У нее там есть смягчающие обстоятельства. То, что она не ходила на эти стрельбы. Она там не принимала участие в каких-то мероприятиях. А она все-таки ходила на эти злополучные стрельбы. Ну, во-первых, это не были стрельбы. Это ни в коем случае не были стрельбы. Ну, какие-то упражнения. Просто, как будет называть вещи своими финальными провокаторами, вот этот вот Руслан, позвал он их просто отдохнуть на природе, пожарить мясо. Ни о каких там стрельбах. И, как бы, типа, что, ребята, давайте подширяем глаза сам. Вот так вот это звучало. Поэтому говорили, что это была какая-то там подготовка, еще что-то. Все, что шло с его уст, оно так и получается. И то, что он наговорил, это вот, как говорится, это его правда. А не наших детей. То есть они... Они никого... Они всегда были против насилия. А вот что вытворял он, это даже в голове не укладывалось. И провоцировал он их каждый раз на какие-то гадости и глупости. Но они на это не вели. Есть ли какие-то смягчающие обстоятельства у Ады? Я даже не знаю. Слабое здоровье. Слабое... Слабое здоровье, наверное, это... Там уже несовершеннолетие. Она же на этот момент была несовершеннолетней. Это смягчающие обстоятельства. Наверное, да. Если только верно. Спасибо вам большое. Спасибо. А папа Анны здесь? Нет, только в Калмаге. Вы там же живете, в Калмаге? Да, в Калмаге. Автоматически настроено на то, чтобы подавать все. И это как бы можно... Не понятно, чем это стоять. Я бы сказал, в любой стране это происходит. Но ни в одной из стран, кроме особенно крупных стран, тем более ядерных, Но ни в одной из стране, Человеки не находятся власти. А вот я уверен, что это... Соединенные Штаты ходили. Режим не Родина! Сибирский режим травят, Провоцирует, пытает И калечит судьбы Российским детям! Путин враг России! Я бы хотел... Можно я сейчас... Да, да. Вот, и... Что еще добавить надо? В любой стране, если бы силы и пришли к власти, Мы бы наблюдали примерно такую же картину. В любой демократии, если бы. Соединенных Штатах Америки. Я прекрасно понимаю, что там было здесь, Сибирский, ФБР и Штатах Америки. Но мы видим, что в Соединенных Штатах Америки ФБР, ЦРУ находятся под жестким контролем Конгресса... Ну, еще Конгресса, СССР массовой информации. Но это там все сбалансировано. У нас в таком балансе нет. Поэтому... Вот эта черная сила... Девушки, они живут и хотели выйти из этой организации. Она инерционно подавляет любое сопротивление И ведет в со мной другие цели. Спасибо. Именно тот человек, который в итоге создал эту организацию, Сам написал СТАР. А вот именно этот человек, Сейчас проходит с свидетелем. И он... Я надеюсь и не хотел бы, чтобы дело развалилось. Организация братья какой-то специфик. Вообще не дошло до суда. Я делаю все, чтобы дело не дошло до суда. Не мы по этому делу. А девочки... Но есть Ваши надежды? Я сохраняю такое надежды. Хотя, вероятно, что у маленьких. Надо больше, чтобы выходило людей. Надо проводить массовые акции. Надо, чтобы больше было возмущений в интернете. Чтобы интернет мне еще восстал. Значит, там много молодежи. Вот об этом надо писать, говорить. А почему удалось добиться вот этих результатов, когда их на товарищи адресы были? Ну, это небольшой результат. Ну, потому что народ вышел на улицу. Защитывает. Прямо в середине. Девочки, да. Не могло ли как принять то, что говорили там Путину непосредственно на одном из заседаний? Знаете, как... Пока мы не видим реакции. На последнем заседании Путину говорили о делах нового милиция. Он удивился. Великой реакции пока не видел. Может быть, появится. Мама одной из девушек. Да это, наверное... Да это... Сказала... Постылях? Меня зовут Александрович. Все не ровнут. Ровнут, ровнут, ровнут. Освободен. Великой артист Остр節. Да. Продолжение следует... 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 Группу ФСБшников, трое человек конкретно, вылапливали в сети ВКонтакте молодежь, которая чем-то недовольна, объединяли их, придумали устав, создали организацию ФСБшников, а когда они привлекли детей, они их сдали как семейскую организацию, а сами приняли. Причем имена и фамилии этих ФСБшников известны, они спровоцировали детей, они ничего ни с детки не успели, только сам факт, что они состоят в организации, этого было достаточно. То есть его вовлекли, вы хотите сказать, да? Они создали, ФСБшники создали организацию и вовлекали туда молодежь, приглашали молодежи. А, то есть за звездочкой, да? Ну, за что еще они работают? Вот это вот дитё сидит за звездочкой. Ты чё, так, ладно, без вчера поговорим, ладно? Я просто, я просто хочу разобраться. Ну, я произнесла все четко. Интернет весело? Да. А, есть. Но ты не очень углодишь. Бедные дети, блядь. Дети, конечно, ни за что их повлекли в организацию, и теперь судят и пытаются. Чтобы они подписали них протоколы, в которых они ничего не делали. Ничто. Ни кого вышли. Я понимаю, что он просто выполнял свою работу. Пытаюсь, чтобы они подписали на никакого вот предназначения. Ну, другая бы сказала, да, вот мы вы, с совестью. Она говорит, нет, но он же свою работу выполнял. Какой норовой только она, как она работает. Ну, по-моему, ты делаешь. Ну, по-моему, ты делаешь. Норов, снял этот злополучный офис, опять же, на свои деньги. Они ему уже говорили, что нужно нам на марте, всё. Мы даже и не хотим, уже никто не ходил. Он настаивал, нет, вы пойдите, вы сходите. Ну, вы попьёте чай, поболтайте с чём. Какая разница. Все равно лучше. Я не пойду, у меня дела. Я много денег получаю, мне несложно потратить. А у девочки, просто человеком, учёным, рабочим. Ну, вот вы знаете, вот мама, поговорите с мамой, если вы хотите. Вот мама её с ней, Анна Павлика. Ну, девочки. В чём он не скрывал, что она хорошо? Чё она? Она работала, учё, 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 училась. Училась она работала. Ну, и учись себе на здоровье. Слушайте, а вы допускайте, что молодёжь может выходить на... Не допускали. Я не допускаю, потому что они ничего не понимают в жизни. Это вы не понимаете. Я, наоборот, уже давно всё поняла. Поэтому я не понимаю. Давайте вряд вас не помните. Вы примирились с этим. Они не примиряются, они молодые, понимаете? Вот именно. Так они возмущаются. Чем они возмущаются? Тем, что творится в стране. А что творится? А что они сделали без страны? Нет, подождите. А вам нравится, что в стране? Ну, если вам нравится в стране, то нам должны трудно сговорить. Нет, пусть она на вопрос. Вам нравится, что в стране творится? Происходит. А что творится в стране? Нет, вам нравится? Нет, а что творится? Вы пенсии получили. Есть пенсии, вам нравится, что пенсионный возраст повысили? Да. Ну, а что с ней говорить тогда? Потому что никто не работает. Ах, не надо. Кто никто не работает? Ребята, это тролль. А есть она работа? Для молодых, спросите, есть работа? Да это тролль. У них внуков нет. Это тролль. Они не хотят работы у молодых. Нет, вы спросите у молодых. Есть работа? У меня племянник закончил Бамманское училище, он без работы сидит. Не может быть такого. А в сколку? Почему его не берут? В сколку? Потому что нет работы. Потому что все разрушено. Совесть надо иметь. Скоро отвечать перед Богом будет. У меня дочь такого же возраста, поэтому это очень близко. Вот эта вся тема. Я вам, конечно, желаю, чтобы все умерло самым здорово. Ну, сейчас такая ситуация, это очень опасно. Вот и когда дети в таком не сформировавшем еще возрасте, мы начинаем с теми, потому что они не приедут. Они еще умерли, но они не очень продвинутые. Они много чего читаются, знают, но как-то не знаю. Лучше беречь их, конечно, всего этого. Надо объяснять. Нет, я не знаю. Они не готовы еще сопротивляться. Это даже и взрослому человеку. Это нормально, да? Какая взрослая может сказать мне по уши идет? Мы следим. Вот я слежу, потому что я говорю, у моей вот и будете отбить нас. И это очень все, так скажем, на слуху. Конечно, с этим сердцем планируют. Потому что так получается, что дети, в общем-то, ни за что, ни про что. Я так понимаю, просто мобильные слова. Ну, вам терпение, конечно, вам всего-всего саму нужно. Да, я вам что-то планировал. Мы хотели за этого ставку. Я, как-то говоря, Фикер-Торбит. Хочу даже пораньше. Там концерт будет? А кто будет? Ну, ладно, это не важно. Теперь всего лишь перевода по домашнему. На пост. На пост. А левой рукой держишь. Вот, Юля, это плакат. Молодец. Юля, это знаменитый Сергей Мохнатков? Да, конечно, я узнала. Печально знаменитый. Давай, я, чуть-чуть нахожусь. Сергей, исходя из вашего драматического опыта, есть ли вообще шанс в этой истории изменить ситуацию? Я иногда слышу такие вопросы. Вопрос есть не в том оценке шансов, чем не в шансах. Есть с ней, что вроде долго. Вот это надо делать. Вот таким образом. А там, как по ультеру, ну, дорогу двигать, идти, надо стараться. Почему вы здесь? Ну, как почему? Я не могу. Есть возможность как-то поддержать эти девочки. Совершенно самое, может быть, надуманное дело за последние годы. Потому что одно дело, понятно, когда как-то серьезные правозащитники противодействуют властям, и власти отвечают репрессиями. Но тут, ну, все высосано из пальца, и до такой степени, вообще даже глупо можно сказать. Но это, в общем, какое-то где-то убийство со стороны СССР. Я этого просто не понимаю. У вас есть опыт сопротивления силовой мошене. Что бы вы посоветовали бы девочкам? Ну, девочкам надо быть очень аккуратным, конечно. Могу говоря, смотреть по сторонам всех отношений. Потому что тюрьма в волшебнике, где сахар. И там могут быть очень много различных провокаторов. Там, в камере, где угодно. А теперь надо быть очень аккуратным. В какой-то степени осваивается. Конечно, не надо рассчитывать на то, что придется съесть. Но надо изучать даже дюремные законы, чтобы было просто полегче там находиться. Это тоже не очень. Спасибо большое. А кто еще не стоял? Что принесло? Как-то не очень оптимистично насчет тюремных законов. Насчет чего? Насчет тюремных законов. Ну, вы понимаете, я еще раз говорю, там-то ведь провокаторов и условия действительно хуже, чем на свободе. На свободе легче защищаться. Я вот сейчас вышел, я нахожу определенные там доказательства и прочее по своим делам. Потому что какие бы адвокаты ни были, на свободе всегда легче отбиваться. Хоть от ПСБ, хоть от кого. А им там, им, конечно, там очень тяжело. Это не для детей тяжело. Понимаете? Это уж точно, тем более в этой стране. Девочки вроде под домашним арестом. Ну, вы понимаете, это, во-первых, мало что меняет. Во-вторых, ведь речь идет не только о девочках. Я знаю, там мальчики сидят, тоже очень молодые. И поэтому это совершенно без разницы. Под домашним арестом, не под домашним. Все равно арест очень тяжело. И я еще раз говорю, что им очень трудно самим отбиваться от надуманных обвинений, какие бы там они ни были. Поэтому, ну, я еще раз говорю, что хорошо, что они все-таки не в СИЗО. Да? Но тем, кто остался, я действительно немножко переспутал, тем, кто остался, не надо внимательнее, конечно. Во всяком случае. И семья. Потом они... Они сколько просидели в СИЗО? Не помните? Да, с половиной месяца. Десять половиной. Ну, один тоже срок, тем более в СИЗО. И вот он может даже в отношении с колониями один к пяти равняется. Там тяжелое. Там тяжелое. Вверх? Вверх? Кого они? Кого они? Третья. 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 на меня тоже как говорится тоже это можно тоже сказать что вот я виновата тоже но я не говорю вы не переворачивайте я не говорю что я говорю просто что это уже было сейчас надо остановить и просто 10 лет назад было дело опто прочитайте посмотрите посадили парней посадили эту девчонку они были несовершеннолетние дело опто было вот если бы тогда 10 лет назад сколыхнулись бы защитили бы этих парней трое сроки ужасные вы о чем да нет я вот это сталина я вот это я незаконно рожденной потому что моего это нет я на самом деле это как говорится мой отец это как говорится родственника сталина я вообще даже я даже не знала что такого представители подростков предложил им создать якобы там написано все якобы какую-то организацию чтобы там начали бороться как же улучшение общества и так далее ничего особенного ничего там не в 3 бизнеса не ничего не на это так и повелись и вот там что-то организовал какую-то встречу там я говорю как я знаю я это тоже вот из социальных сетей там из интернета почему арестовали многих арестовали вот это анну павликова и арестовали еще не было не было 18 лет она вообще была несовершеннолетняя когда ее арестовали им пришили тело якобы якобы экстремизм якобы их просто то есть спровоцировали там представители фсб просто так сказать и сам это организовал они туда пришли может быть там я не знаю сколько там было встреч там одна-две там я не знаю сколько и он потом их заложил и сказал вот экстремисты вот они создали организацию понимаете совершенно чудовищная история совершенно а на телевидении кто допустим там не знаю кто в интернете там как забывает что-то читает те в курсе на телевидении я не знаю честно говоря вообще никакой на телевидении вам дают как шоу про украину вот вам все там украину грязи полевые а вот а вот а вот парочку слов можно вот так чтобы на фоне плакат почему пришли поддержать конечно же незаконно осужденных а пока еще суда окончательного не было но люди все равно сидят под домашним арестом а были в сизо это явно справа с фальсифицированное дело спровоцирована фсбш никами все там устав написали на стрельбище водили но почему нету фактуры вот реально никто я в оппозиции давно знаю ни у кого нету ни оружия ничего ну на значит надо придумать это оружие прочее прочее вот собственно власть этим занимается выдумывает так что это надо все хозяйство менять и полиция и фсб должны искать реальных террористов звездочки себе на это нарисовывать на погон вот такими делами сегодня пришли за ними завтра придут за тобой сегодня пришли за ними завтра придут за тобой но а а а а и и и и Он нашел подонку в Москве! Абсолютная мразь зашваренная! Таймите прибоженская, приборженская мразь! Нет произвола ПСМ! Нет произвола ПСМ! Нет произвола ПСМ! Нет произвола ПСМ! ПСМ хватит врать! ПСМ хватит врать! Быткам нет! Быткам нет! Быткам нет! Быткам нет! Быткам нет! Не трогайте наших детей! Не трогайте наших детей! Летей на свободу! Летей на свободу! Ну и где-то фашизм, где-то фашизм, но как бы не существует. А мы не существующие фашизм. Докажите это. Молодец. А он не существующий. Да, ты не знаешь. Вот и что здесь пока. Ну, я что-то не знаю. А вот, не знаю, кто он и куда идёт. Вот, скажи. Попробуй, попробуй, попробуй. Я попробую. Я попробую. Готовы, тьфу! 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 Какой-то виничный? Надя, сам же не съедите. Это очень интересно. Для себя такой, как, яркий пример того, что, в общем, наверное, происходит по всей стране. Просто мы не знаем, не слышим. Ну, я думаю, что жертвы гораздо-гораздует в оборудшую северу. По воду! Всем полиция включенных! По воду! Всем полиция включенных! По воду! Всем полиция включенных! У них опыта нет в Украине, да. Ну да, да, да. В какой-нибудь глубокой провинции. Таких там, ребята там начинают, там немножко задумываются, что вообще может существовать по-другому жить. Начинать что-то в меру своих знаний, понимания. Отвязаться на эту тему. Это лучше, больше для провокатов. Тридцать седьмой не пройдет! Тридцать седьмой не пройдет! Тридцать седьмой не пройдет! Тридцать седьмой не пройдет! Я прошу! Для них после культуры закончится благополучно, но это, кстати, это, хотя тоже не пахнет. Но там стоит, может, хоть какие другие люди, если вы даже делаете, хотя можно. Освободите детей из дюрьмы! Я надеюсь, во всяком случае, что, во всяком случае, с нашей Аней, в руках очень довольны. Сейчас трудно что-то предсказывать. Ну просто, если это произойдет, то это спасет, может быть, таких же невиновных людей, потому что эти провокаторы просто, может быть, уже не будут так откровенно... Они готовы? Они готовы? Они готовы? Я не слушаю! Я не слушаю! Надя Савченко, с работы ходит в один флакан. Да, у меня в такой лучшей компании в этом! Танечка, привет! А вы там еще один тролль? Да, тролль какой-то ходит А это серб, серб А он просто, у них такая методичка эту фразу повторяет Да набирает такой серб Он деньги отрабатывает А есть, есть, есть Сейчас будет Нина и Слава Свободу нашим детям Свободу нашим детям Свободу нашим детям Пошел гон отсюда Провокация провокаторов не бывает. Бывает противодействие провокаторов. Россия без пыток! 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 А так я, да, это... А не парень! А не парень! Вот кто-нибудь прикал, свободу нахуй! Это дело создается! Ну где вы? Вот это ты убрал венок! Ты убрал венок на 5-й сад! Венок американской делегации ты украл! Ты украл венок на 5-й сад! Все знают, что ты украл венок на 5-й сад! Венок американской делегации украл на 5-й сад! Пошел вон отсюда! Не трогайте людей, они вам не шеют! Они провокаторы! Сколько вам заплатили? Вот я тоже пенсии поставила, работаю! Мне только бабки нужны! А вы провокируйте, усрайте! Не беседуйте с фашистами, пожалуйста! А кто в жилище нас преследует? А кто в жилище нас преследует? Вы фашисты! В своем жилом помещениях над нами издеваются! Когда цветы возлагали за мной! А кто в жилище нас преследует? Специферации! Электрические полки! Сейчас он еще не одется, с этим годом еще приплется! Вон автозак подогналит! Теперь она라고 начнется... На моих главах у нас в основном, в основном, в страну, волнен, третьим человеком в американской администрации, на месте гиблии, в нашем городе, в стране, в стране, в стране, в стране, в стране, в стране. Писем происходят, впечатления, переписка, потом меньше твердое. Писем происходят, в стране, 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Нет произволу ФСБ! 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Ну вот, я бы, как я, я бы не знаю, как бы, надо вести, провоцировать. Он уже, уже давно, который. Кто-то прошел, провоцировал? Да, да, я говорю, я спросила его, какие-то, здрасте, в каких курсах проходите. Спасибо большое, спасибо. Боже мой, не заверз, ребенок. Он не заверз, он тоже много народа. Спасибо, Алёш. Вот наша тоже выросла, бегает уже. Спасибо. Спасибо. Не, не, он не начал снять Он дождется Не, не, нет Дай мне Да, я тут не отрани Ух ты Знаешь, я не понимаю Заказы больше нет Мужики стоят, тоже стоят Прикольное дно Продолжение следует... 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 Доброе утро!